Ну и в расследовании этого убийства появились новые детали. Сегодня полиция объявила в розыск возможного сообщника Паршовой. Может быть бывший боец батальона Донбасс Ярослав Левенец. Но статья, по которой его разыскивают, напрямую с убийством не связана. В ситуации разбирался Александр Васильченко. Ярослав Левенец, позывной Хантер, уроженец Желтых Вод Днепропетровской области. 32 года, женат, воспитывает двух детей. Широко известен в националистических кругах. Работал тренером боевого ГПК. С 2012-го находится в розыске. Обвинялся в финансовых махинациях. Был арестован. Но позже отпущен на свободу под домашний арест. Сам себя Левенец называл политзаключенным. После революции достоинства был оправдан. Служил в Добробате правого сектора в зоне АТО. А в 2015-м году, после расформирования своей части, перешел в Донбасс. Находился в учебке. Зарекомендовал себя не с лучшей стороны. По словам сослуживцев, в батальоне Донбасс Левенец надолго не задержался. У него был инцидент с правоохранными органами, потому что его были затримали. И шили ему снова те самые статьи, что в Майданевске. Но после того, что за него очень много патриотов в реализации, как мы скажем так, списалось. И все там с него осталось нормально. Но дальше он разъявил контракт. Одним из тех, кто взял Левенца на поруки, якобы был и нардеп Семен Семенченко. Но сам экс-комбат эту информацию опровергает и говорит, что знать его не знал. Как он служил, что он за человек, я с ним не знаком. Информация о том, что я якобы брал его на поруки, не соответствует действительности. Потому что все те, кого я брал на поруки, там есть соответствующие документы. Предварительный депутат, я это делал и по Левенцу такого не делал. Еще с 2012 года Левенца обвинили в махинациях, связанных с работой центров по обналичке. Вместе с ним в деле фигурировал и Павел Паршов. Тот самый киллер, который 23 марта в центре столицы расстрелял экс-депутата Госдумы Вороненкова. Сегодня на сайте МВД появилась информация. Ярослав Левенец объявлен в розыск. По мнению следствия, он сообщник Паршова. Позже пресс-секретарь правого сектора на своей странице в фейсбук сообщил. Связался с женой Левенца. Женщина рассказала, он действительно 23 марта уехал в Киев по делам. Во второй половине дня у него были две встречи. Одна из них – допрос в прокуратуре. По словам жены Левенца, в тот вечер он перестал выходить на связь. Мы разыскали дом, в котором проживает Левенец с семьей. На телефонные звонки его жена не отвечает. В квартире тихо, никто не открывает. Соседи подтверждают, что именно здесь живет Ярослав Левенец, но семья практически ни с кем не общается. А вы знаете, его в розыск подали? Сегодня только увидела. Удивлены? Конечно. А какие-то, может, отзывы были о нем? Ничего, как бы, ничего такого, как бы, сама удивлена очень. Крайне редко его здесь видели, как бы. Мы знаем, что он тут живет, но вот так вот открыто. В день убийства Вороненкова генпрокурор заявил, киллер на место преступления приехал на Део Ланос. И, как сообщили соседи, месяц назад Левенец приобрел автомобиль. И хотя МВД только сегодня официально заявило, что Левенец объявлен в розыск, на сайте ведомства его анкета появилась на следующий же день после убийства Вороненкова. Александр Васильченко, Елена Брынса, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер.